Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром, Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь, В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять. 22 января, день Филиппа. День назван в честь памяти святого Филиппа, Митрополит Московского и всей Руси чудотворца. В детском и юношеском возрасте его заходили больше всего за чтением книг. В них он находил жития святых мужей, И через это поучался совершенствоваться в добродетелях. Достигнул 30-летнего возраста, он решил уединиться, И тайно ушел с выгодной царской службой. Далее удалился в Соловецкий монастырь и с радостью и смиренно мудрым делал то, что велят старшие. Дни увеличиваются во времени, а морозы крепчают. Затяжные январские гуляния завершились, и народ начинал трудиться. К этому времени накапливалось достаточно много хозяйственных дел. Что касается поверить, то верили, что сегодня у банника банного духа можно получить шапку-невидимку. Нужно зайти в баню последним и положить свой нательный крестик под подошву левого сапога. Потом нужно сесть к стене лицом и от души проклинать все на свете. Далее должен был появиться старичок, который и даст шапку-невидимку. Приметы. Считается, что какой будет сегодня погода, такой она будет и в сентябре. Если день на Филиппа ясный, год будет урожайным во всех отношениях. Сегодня рекомендовалось в обязательном порядке сходить в баню, чтобы смыть себя святки. То есть энергетику, беспечность и веселье, чтобы быстрее включиться в рабочий ритм. Если собака сегодня спит, свернувшись в клубок, жди похолодания. Если сегодня на ночь оставить в бане кошку, закутанную в пеленку, далее убежать и трижды перекреститься, утром в бане появится неразменный рубль. Если на Филиппа день ясный, солнечный, к хорошему рожаю. Если снег идет сухой и легкий, будет лето сухое. Если снег мелкий, сырой и долгий, к дождливому году. В отличие от морковного сока, это очень ароматный, очень ароматный. Так вот, из-за насыщенности оказывается эфирными маслами, сок петрушки способствует рассасыванию камней в почках и мочевых пузырей. Именно эфирные маслами, что другое, способствует этому, они травятся. Кстати, он, этот сок еще и лечит заболевания мочеполовых органов, глумерон, мифрит и других заболеваний почек, которые травят. У меня в послевкусе остается ощущение какого-то молока. У вас есть такое? И у меня есть, оказывается, сок морковки. И вот с таким небольшим добавлением сока петрушки, он собой напоминает молоко для взрослых. Поэтому вот это как раз молочко для взрослых очищает нас, питает нас и укрепляет, как мы говорили, и щитовидную железу. А сейчас мы можем заболевать щитовидную железу. Я хочу чуть-чуть оставить, знаете почему? Потому что мне интересно сравнить теперь сок из курни сельдерея с морковью. Вы же наверняка сельдерей предлагаете так же смешивать с морковью. Давайте, сделаем его. Хорошо. С удовольствием. Корень сельдерея от корня петрушки концептуально чем отличается? Ведь не даром у них похожие ароматы, значит у них какие-то есть одинаковые минеральные вещества. Конечно, у них есть одинаковые минеральные вещества. И здесь следует сразу же сказать, что в любом растении существует свой набор, вернее общий набор минеральных веществ. В каждом растении? В каждом, допустим, там 20 или 30 микроэлементов, у всех одни и те же. Но у некоторых дополнительно может быть 2-3 иных, тех, которых нет у топливных растений. Либо же, как ты говоришь, они могут солировать в одних чего-то больше, в других чего-то меньше. И за счет этого, естественно, объясняется и действие. Итак, сейчас мы сделаем сок из корня сельдерея и морковки. И сравним его с как по вкусу, по своим качествам, как он действует. А по составу минеральному, что здесь? По минеральному составу? Да, чего нету, допустим, в корне петрушки. Или для работы каких органов больше имеет смысл потребовать сельдерею? Хорошо. В сельдерея также содержит эфирные масла, много солей калия, а также соли кальция, магнит, афосфора, витамины. А, то есть выводит уже воду. Выводит воду однозначно. И что еще важно отметить, он, если за счет своей душистости, корень петушки, он больше дробит как-то и выводит, то вот этот вот, смотри, еще можно так сказать, мы уже истратили этот корень. Какой он был? Он был как морковка. Да. Залостренный. То есть можно сказать, как зубило, но, грубо говоря, для того, чтобы отрабить. А этот корень? Кругленький. Кругленький. Так вот все круглое, упитывает, делает тело более сильным, более мощным. И за счет этого он способствует татал. И половую силу там мужчинам дает, и вообще укрепляет организм, и делает его таким цельным, упитанным. Крепеньким. Что очень важно, потому что мы привыкли, что рассматриваем, допустим, морковку, сельдерей, репу, с позиции того, а что здесь есть. Но при этом забываем, а форма-то у них совершенно разная. Форма, это же энергия. Да. Вот. И эта энергия по-разному будет влиять на наш организм. И так как все в природе стремится к гармонии и балансу, я сейчас подумала, так может быть достаточно такой мужской символ, наверное, очень полезен женщинам, а явно женский, может быть, полезен мужчинам. Потому что я тоже слышала, что, допустим, суп из корня этого самого сельдерей укрепляет потенцию мужчин. Укрепляет потенцию мужчин. Для этого мы с вами возьмем это тоже взяла. Да. Корень сердерея, кстати, вот у нас кусочек есть один, я уже чистила. Теперь отрезаем еще вот этот кусочек, можно отрезать вот этот. Это головой деталь, да? Корень, да, этот нет. И поэтому мы начинаем с ним манипуляции. Чтобы он просто-напросто оснащил этот лист в нашу алкогольную манку. Итак, морковка у нас влезет, влезет. Так. Здесь побольше можно этого сельдерея? Да. Сельдерея можно больше. Половин на половину морковки. Лучше всего одну часть сельдереевого сока и три части морковного. Вот всегда сегодня всего двух Bottom Rec programs, fifth Online Rec começ Conference. И Scout help and eat fast! После этого дверей хозяй hands, against the riverESS 91 belongs alive. Ты что, не you know, почему? А не у виноваты если не есть? Но сельдера был достаточно. У него, например, в следующий раз, insulin этого морковка, Похоже на сучки, надо по-ручке. Ну, примерно вот столько. И сейчас попробую. Знаете, у меня пошла вторая волна послевкусия нашего сока с петрушкой. И в этой второй видилась какая-то горчинка. Это очень хорошее качество. Что такое горчинка? Если имеется послевкусие горчинка, это говорит о том, что все циркуляторные процессы, которые идут в организм, они начинают убыстряться. Именно горечь слегка подсушивает наш организм, что полезно для того, чтобы более стройно быть, и усиливает все процессы в организме. То есть, все будет быстрей. А именно, циркуляция, тролера, перистальтика кишечника. А если у нас улучшается, улучшается циркуляция лимфы, значит, этот сок, этот продукт способен тому, что он будет нас лучше очищать. Кстати, все горечи в той или иной степени обладают дезинфицирующими свойствами. Чем больше горечь, тем больше дезинфицирующие свойства данного продукта. Ну что? Ага, ты будешь пробовать сами. Давай. А, это мой сок? Ага. Ну, так я бы слажен. Субтитры сделал DimaTorzok